Всем привет! Сегодня у нас обзорчик камней для виски, так называемых, которые служат вместо льда для охлаждения каких-либо напитков или для того, чтобы поддерживать их горячими. То есть их можно как охлаждать в холодильнике и смешивать, скажем, с виски. Если вы не хотите, чтобы при смешивании со льдом лед при ростаивании смешивался с напитком, то используйте такие камни. Ну или же, если вы хотите поддерживать свой напиток горячим более долгое время, их можно нагревать в микроволновке и класть в напиток. Заказывал я эти камни с Алиэкспресса по акции, когда там были все эти скидки. Обошлись они мне в 2,5 доллара всего лишь. Но фишка в том, что шла посылка в 84 дня. Сейчас покажу. Штампик китайский, когда она выслана была. Вот как видим, 28 февраля посылка только была выслана, а сегодня у нас на дворе 14 мая. Вот, все благодаря хорошей, в кавычках, естественной работе белорусских таможенников. Вот, ну сейчас я просто открою их, продемонстрирую, а далее уже будем проводить какие-нибудь тесты. То есть замораживать их, сравнивать со льдом, что лучше охватает. Ну, естественно, все это будет субъективно. Вот, но... Хоть как-то. Хе-хе. Так, они даже в каком-то кейсе. Виски Стоунс. Подписаны. Мягкий кейс такой. Выглядит таким образом. Упакованы в еще один пакетик. Таким, я думаю, можно при неудачном стечении обстоятельств и тару разбить, из которой будешь что-то пить. Ну, вот такие вот квадратные камушки. Все это приближу. На гранит чем-то похоже на такой неотшлифованный. Довольно холодные. Не знаю, насколько они будут держать температуру, но мы это проверим. Итак, сейчас мы потестируем, что лучше охлаждает. Вот у нас есть охлажденные камни эти и лед в кубиках. Для этого у нас есть немножко оставшиеся теплые Кока-Колы. Наливаем примерно одинаковое количество в эти стаканчики. Ну, и сейчас, соответственно, по два кубика опустим туда и туда, и некоторое время подождем. На самом деле, я уже немножко попробовал охлаждать этими кубиками, и теперь у меня немножко отношение предвзятое, потому что, честно говоря, не особо давно и охладило. Вот, и теперь попробуем более, так сказать, деталями. Распоем 20 минут. Так, один. Второй. Ну, и теперь ждем, скажем, сколько. Пять минут ждем. На самом деле, мне кажется, что эти кубики не особо-то и охлаждают, потому что, например, вот еще один, да, вот я его в руках держу, он уже на самом деле не очень-то и холодный. Они очень быстро принимают температуру, ну, скажем, той жидкости, в которой они находятся, или там той среды, в которой они находятся. Вот, то есть, я в руках его держу, он уже довольно не холодный. То есть, ну, его не больно в руках держать. Так-то, сначала, когда их вынимаешь из морозилки, на самом деле, они очень холодные. Вот, но мне кажется, что лед все-таки в этом плане будет получше. Хоть, конечно, и минус льда в том, что, растаивая, он смешивается с напитком, ну, и, соответственно, перемешивается к напитку вода. Вот, с этими кубиками такого не будет, но, естественно, охлаждающие свойства у них, скорее всего, будут похуже. Или, мне кажется, вот эти камни, они больше, как некий декоративный элемент, то есть, ну, для того же виски, например, пить, да, чисто вот, что у тебя там в стакане камни, там, ну, как в фильмах показывают, вот такие. То есть, ну, может, кто-то действительно оценит то, чтобы виски был там неразбавленный льдом, или что-нибудь в этом роде. Вот, а, как бы, функциональные их возможности, они довольно-таки некойхие, скажем так, ну, по сравнению с тем же льдом. Так, осталась одна минута тем временем. Итак, прошло пять минут. Пробуем первый напиток, собственно, с камнями. Если и охладил этот камень напиток, то самую малость, реально самую малость. Ну, сейчас пробуем со льдом для сравнения. Намного холоднее. То есть, конечно, не ледяной, не сильно нахладил, но именно в сравнении с тем напитком, который охлаждали камни, напиток, который охлаждал лед, намного холоднее. То есть, ну, из чего мы делаем вывод, что камни эти, это все-таки более декоративный предмет, который, как бы, функциональных, как бы, у него возможностей чуть-чуть, чуть-чуть, но есть, короче. Ну, по сравнению со льдом, короче, это не, ну, на мой взгляд, это не вариант. Так что допиваем эту кока-колу, которая более холодная, со льдом. Ну, такой вот обзор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok